Честолюбие Известный историк писал, Ботвинник был для Сталина не более чем призовая лошадь, и хотя отец народов был антисемит, но рекламы социализма в данном случае перевешивала. Впервые лавровым венком чемпион был увенчан напротив Кремля. В марте 1953-го советским людям показалось, что небо рухнуло на землю, ушел в мир иной, обожаемый ими отец народов. Это был последний коммунистический лидер, которого еще при жизни причислили к божеству. Его апостол Лазарь Каганович, Георгий Маленков, кстати, позже соседи Ботвинника по дому, и этот ужасный Берия, прежде чем нести дальше великое учение, передрались, как пауки в банке. Этих вождей Ботвинник уже не уважал. Он серьезно занялся наукой, стал профессором, но пару раз его отвлекали на матче с претендентами. Два раза он свел их в ничью, но на третий проиграл Смыслову, правда, через год в матче реванша вернул корону. Спустя два года он опять уступил теперь Михаилу Талю, но точно так же через год восстановил свое царствование. Причем выиграл матч с преимуществом в пять очков. Небывалый результат. Как заметил Ботвинник, никто его гением, в отличие от последующих чемпионов, не называл. В следующем цикле он проиграл Тиграну Петросяну. Любопытно, что Ботвиннику не удалось стать победителем в матчах на первенство мира, зато в матчах-реваншах, чтобы вернуть отнятую корону, он боролся с необыкновенной энергией. Устав, наверное, от этой традиции, Фиде матча-реванша отменила. Ботвиннику предложили стать в общую очередь, патриарха это оскорбило. В историю шахмат этот старик, обладающий железной волей, саркастическим умом и невозможным характером, вошел навсегда как великий чемпион. Довольно долго Ботвинник вел занятия в собственной школе, через которую прошел и Гарри Каспаров, ставший в рамке чемпиона ассистентом своего наставника. Говорят, что и еврей Ботвинник, женатый на армянке, испытывал Каспарова, у которого отец был евреем, а мать армянка, к тому же имевшему тоже трудолюбие, как у патриарха, а шахматный дар, возможно, больший, совершенно не присущие ему нежные чувства, которые, впрочем, он умел хорошо скрывать. Сентиментального Ботвинника никто никогда не видел. Тем не менее, как только Каспаров отказался от советов своего учителя, Ботвинник сразу объявил ему войну. Несгибаемый боец. В мире был только один человек, с которым он никогда не спорил. Его жена. Однажды у Ботвинника спросили, вы когда-нибудь меняете свое решение? Безусловно, ответил патриарх. Но только в том случае, если я его еще не принял. Этой единственной своей пластинкой Василий Смыслов гордится не меньше, чем шахматной короной, которую он обладал всего лишь год. Как многие чемпионы, ставшие известными миру лишь благодаря тому, что они лучше других, играют в шахматы, Василий Смыслов искренне верит, что шахматы отняли у него главное дело жизни. Смыслова шахматы лишили оперной сцены. Спортивный пик шахматиста Смыслова и творческий пик певца Смыслова пришелся на такое сумбурное время в жизни страны, что иначе, как невинной странностью, это убеждение седьмого чемпиона назвать невозможно. Поклонник Карузо Василий Смыслов, мечтая о дебюте на сцене Большого, обратился за протекцией к председателю Верховного Совета Климу Ворошилову, который как бы курировал классическое искусство в Советском Союзе. А чем еще мог заниматься первый сталинский маршал в отставке? Клим Ворошилов был знаменит тем, что накануне войны отправил на плаху большинство высших офицеров страны. Говорят, что Смыслов на какое-то время даже оставил шахматы, готовясь к выступлению в Большом. Но престарелому маршалу здравый смысл на этот раз не отказал, и на попытку национального достояния, а Смыслов был вторым шахматистом в стране, поменять амплуа, Ворошилов попросту не отозвался. Гонку за Ботвинником Смыслов начал еще в 1948-м с матча турнира, определявшего послевоенного чемпиона. Тогда Смыслов занял второе место. Как известно, первым был Ботвинник, который в это время находился вне конкуренции. Смыслов никогда не проявлял политической активности больше, чем это не было бы вызвано необходимостью. Он никогда не пытался вступить в партию. С юных лет он держался скромно и с достоинством, и, вероятно, никакие бури, даже шахматные, не сотрясали его души. Смыслов делал попытки атаковать Ботвинника еще при жизни Сталина, но безуспешно. Наконец, в 1957-м Смыслов сумел на год захватить престол, но выглядело чемпионство Смыслова таким же временным, как и эта группа соратников Тирана на Мавзолее, пока еще носящим плиту с двойным именем Ленин-Сталин. Путем сложных комбинаций почище шахматных власть в Кремле оказалась в руках Никиты Хрущева. В противоположность Сталина, которого страна могла лицезреть лишь два раза в год на парадах, Хрущев старался как можно больше времени проводить на людях. Он был совершенно прост, что ему самому очень нравилось. То небольшое послабление, которое состоялось при Хрущеве, казалось началом Золотого века. Наступило успокоение и умиротворение, то есть та ситуация, которая больше всего подходила к характеру Смыслова. И он необыкновенно хорошо себя в ней чувствовал. Советские люди не могли, за редчайшим исключением, никуда ездить, но считал, что железный занавес упал, потому что в Москве появились иностранные туристы. Советские дети обожали черного певца, так как он им казался дядей Томом из книжки о черных рабах прошлого столетия. Доброжелательный Василий Смыслов визитная карточка времени, когда женщин в России стала интересовать, как они выглядят. Есть ли у них косметика? И, наконец, во что они одеты? Протянись это время от стужек начала весны подольше, Василий Смыслов чемпионом был бы не один год. В тот год, когда Смыслов сумел отобрать корону Ботвинника, в Москве устроили всемирный фестиваль молодежи. Такое количество иностранцев на своих улицах москвичи видели только раз. Во время войны, когда Сталин приказал провести через столицу десятки тысяч пленных немцев. Прошло меньше пяти лет, как людям перестали внушать, что каждый иностранец шпион. Это породило противоположную крайность. Переизбыток гостеприимства. Впрочем, еще довольно долго Запад и Восток танцевали свои танцы и каждый под свой собственный оркестр. Если злые языки утверждали, что Эйве стал чемпионом только потому, что Олехин не устоял против обычной своей слабости, то болельщики Ботвинника считали, что слишком сильное отвлечение их кумира в науку позволяло Смыслову стать шестым чемпионом мира. Ботвинник, который всех своих соперников наделил как патриарх довольно едкими характеристиками, отметил, что талант Смыслова универсален и исключителен, но характер нового чемпиона не чемпионский. Что греха таить? Слинцой. И что в жизни Смыслов больше ценил ее радости, чем обязанности. События в СССР в год чемпионства Смыслова сыпались, как из рога изобилия. Впервые в мире в Советском Союзе был запущен искусственный спутник Земли. Награды за победы в космосе ученые получали при закрытых дверях. Смыслов свой орден получил в Кремле из рук патрона Ворошилова совершенно открыто. Хрущев первым из советских лидеров побывал в Америке, поразив даже раскованных американцев простотой нравов. Впервые была взорвана водородная бомба, отцом которой считался молодой сверхсекретный ученый Андрей Сахаров. Американцы тоже готовили свою бомбу для Советского Союза. Ее звали Бобби Фишер. Смыслов, вернув через год корону Ботвиннику, начал свое рекордное долголетие в шахматах. Может быть, ему помогает убежденность, что им управляют некие силы вне Земли, и что жизнь человека не заканчивается земным существованием. И все беды человечества от неприятия этой истины. Все зависит от чистоты духа, утверждает экс-чемпион. Кто знает, может, он и прав. Ведь представить себе такое невозможно. В 72 года Смыслов продолжает играть в турнирах высшего ранга. Смыслов. Смыслов. Смысл. 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 Продолжение следует...